Дорожным рабочим отдыхать некогда. Миновало лето, когда шло интенсивное строительство и ремонт автомагистралей. Наступила пора обслуживания. Первый снегопад неприятным сюрпризом не стал. Технику заранее подготовили к сезону. Соль и песок запасли в нужных количествах. Общая стоимость работ по зимнему содержанию дорожной сети обошлась бюджету в более чем 700 миллионов рублей. В Сахалинской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» заключены три контракта на принципах жизненного цикла. Заключенные с подрядными организациями контракты предусматривают проведение ремонтных работ и последующее содержание отремонтированных участков. Этим летом километровый участок от проспекта Мира до аэропорта Южно-Сахалинска капитально отремонтировали. Эти работы тоже проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик зашел на объект в начале мая. На первом этапе специалисты подвели инженерные сети, затем перешли к устройству дорожного полотна. При этом трасса получила четыре полосы вместо двух. На обочинах появились тротуары и автобусные остановки. Проезжая часть всегда должна быть открыта, потому что люди-то ездят. Проезжая часть у нас по нормативу четыре часа. А тротуары уже в последствии съезды. Основная дорога должна быть вычешена такой короткий. Километровый участок дороги ведет прямо к воздушным воротам островного региона. Поэтому трассе уделяют особое внимание. К нам приезжают иностранные граждане, и граждане из других регионов. Тем более сейчас это особенно актуально. Горный воздух уже запустил себя. Люди приезжают, соответственно, когда хочется показать. За этой дорогой особое наблюдение. Подрядная организация со своей задачей справляется. Со специализированной техникой проблем нет. В прошлом году парк обновился более чем на 20 единиц. Это грейдеры, тракторы, погрузчики и шнекороторы. Всего на расчистке региональных и межмуниципальных дорог занято более 400 уборочных машин. Евгений Коньков, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ.